Сережа Поленков уже три года занимается футболом, но сейчас он в числе зрителей, болеет за папу вратаря. Любовь к этому командному спорту у них семейная. Я очень люблю футбол и спорт, потому что он укрепляет здоровье, улучшает настроение и он очень полезный. Кажется, в Барвихе все мужское население неравнодушно к футболу. В день соревнований на поле собрались и совсем юные спортсмены, и их взрослые коллеги, и, конечно, болельщики. Даже хоккеисты решили участвовать, сменив коньки на бутсы. Конечно, большая разница. Футбол – это больше для нас разминка перед играми, где-то попасоваться, где-то так. Но попросили, вышли, играем, стараемся победить. Здесь все как в большом спорте. Здоровый настроенный результат, отточенный на тренировках навыки и тщательно подобранная экипировка. Даже юные футболисты знают – важна каждая деталь. Щитки обязательно, бутсы специальные, гетро. В детском турнире участвовали шесть команд, во взрослом – вдвое меньше – три. Поскольку повод проведения игр праздничный, то за высокими спортивными достижениями не гнался никто. Мы особо не заостряем внимания на результате. Как говорится, праздничный турнир, на то он и праздник, чтобы все были довольны. Поэтому, как таковых, турнирных задач мы не ставили. Но и в детском возрасте основополагающим принципом является все-таки развитие футболиста, а не победа любой ценой. Барвихинское футбольное поле – центр притяжения жителей поселения. На нем современное безопасное покрытие. Правда, размер маловат, говорят спортсмены. Да и щели в ограждении не радуют. Для начального уровня до 12-14 лет нормальные. Если что касается, например, спорта высших достижений для игр уже 11 на 11, конечно, хотелось бы иметь площадку стандартных размеров. Но пока и мы довольны тем, что мы имеем. Но настоящему спортсмену все ни по чем. Главное, чтобы рядом были опытный наставник и единомышленники. А с последним в Барвихе проблем нет. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».